Посмотрите, какая милота мне пришла от Лены. Снова чаепитие у нас совместное, виртуальное. На этот раз индийский чай. Ой, это кардамон. Я ни разу кардамон в таком виде не видела. Но, забегая вперед, скажу, что Лена прислала мне рецепт правильного заваривания масала чая. И кардамон – обязательный ингредиент. А дальше я специально оставила всю эту упаковку, потому что мне хочется полюбоваться ею на видео. Казалось бы, незначительные детали, но это все так мило и красиво, мне очень нравится. И тут оказалось два таких сверточка. Первый перекликается с упаковкой для кардамона. И посмотрите, вот это что-то такое про культуру упаковки. Это красивая картинка из журнала, из которой сделан такой симпровизирован конверт. Вроде бы просто картинка из журнала, но это так красиво. Это закладка из Португалии, из фестиваля комиксов. А это закладка из Будапешта, в котором я мечтаю побывать. А Лена бывает очень даже часто. На этой закладке есть место, чтобы записать свою любимую цитату из этой книги. Следующий пакетик раскрываем. И в нем снова, посмотрите, снова эта замечательная закладка с ленточкой, с хвостиком. В прошлый раз она была объемная, а сейчас плоская. Плоский очень удобно, в том смысле, что они не распирают книжку. Далее перед нами снова конверт, сделанный из красивой страницы журнала. Во-первых, цитата. Засыпать и просыпаться вот с таким видом на Париж счастье. Во-вторых, на рисунке некая кованая решетка, очень красивая. И она золотистая. И к ней подобран золотистая воши-тейп. Снова сургучная печать, тоже с таким золотистым сургучом. На ней нарисована пчелка и написано Be Happy. Каламбур. И в этом конверте открыточки и письмо. Посмотрите, как это письмо закреплено. Это скрепочка в виде велосипедика. И оно, конечно же, написано на прекрасной бумаге, полиграфическим почерком. А на этой бумаге есть еще цитата. Вот тут, например, из Макеавелли. Судьба распоряжается половиной наших поступков, но управлять другой половиной или около того, она предоставляет нам самим. Такая вегетарианская цитата из Никола Макеавелли. В 1878 году Альфонс Муха послал свои документы в Пражскую Академию Изящных Искусств. Но они были ему возвращены с рекомендацией. Найдите профессию, где вы принесете больше пользы. Страшно подумать, что опусти тогда Муха руки, мир мог бы потерять великого художника. Ну, я бы не стала пугаться этого. Некоторым вещам просто суждено случиться. Ну вот, такие красивые. И вот здесь вот Маки видны на просвет, а здесь видны на просвет как раз репродукции Мухи. А дальше открытки. Про каждую из этих открыток тоже Лена написала. Своя ассоциация. Вот это вот, например, с фигушкой на голове. Это я с Васянчиком. А это Маша в роли Алисы или Алиса в роли Маши. А это список любимых Лениных детских фильмов. Фильмов детства и юности на открытке с Чижиковым. Мои любимые фильмы про детство, детей и лето. Так что меня ждет как минимум пять прекрасных знакомств. А Ивазовский так изображает наш любимый Стамбул. Начала смотреть сейчас фильм «Перед рассветом», который тоже Лена рекомендовала. Я просто смакую это кино. Потихонечку его смотрю. В день по чайной ложке с большим удовольствием. Лена, ты просто почтовая фея. До такого удовольствия узнать, что меня ждет посылка. Пойти на почту, получить, распечатать, терзая все упаковки прямо под дверью почты. Потом дома прийти все это еще раз глядеть, внимательно прочитать. Ну и, конечно, будем заваривать масало-чай. Я очень люблю масало-чай. По крайней мере, в тех видах, что я пробовала, мне он очень нравится. Надеюсь, мне удастся сварить его благополучно. Вот заодно покажу вам еще кое-какую почту. Это мне пришло от Оксаны с канала Oxbox. Мне удалось ее завлечь в секту посткроссера. И она мне прислала такое послание. Причем я отправила ей открытку. А Оксана мне прислала целую коллекцию впечатлений разных. Это похоже на пятно роршаха. Очень красиво. Мне кажется, какой-то цветок похожий на насекомое. А еще на таз. Тазовая кость и позвоночник. А у вас какие ассоциации вызывает эта картинка? Любопытно узнать. Посмотрите внимательно. Какие первые ассоциации? Первым делом приходят, когда вы видите такую картинку. Не спрашивая, откуда появилась, куда спешу. Здесь на цветок я легкие опустилась. И вот дышу. Так что возможно это все-таки не пятно роршаха, а бабочка. Очень милое послание от Оксаны с котиком. Потому что она любит котиков. И смотрите, снова муха на арене. Вереск с прибрежных пустошей. Альфонса мухи. Мне нравится муха. Вообще мне ардико нравится. Но и муха тоже. Вот. Это открыточка со старинной тюменью. Мне тоже очень нравится. Это коллекция открыток. И я не помню, чтобы у меня была пристань. Биржского пароходства. И еще винтажная открытка с тюльпанами. Такое что-то очень из детства. Вот такие замечательные послания. Оксана, тебе спасибо большое. Надеюсь, наша переписка и другие коллаборации будут продолжаться к взаимному удовольствию. Так, но я все-таки книжный блогер. Наскажу, что я сейчас читаю. Поскольку у нас тут в конце июля комета прилетала, я стала читать с сыном из своих любимых историй про моми-тролли у Туви Янсен. Комета прилетает. Или моми-тролли комета. Под разными она заголовками публикуется. Это иллюстрации самой Туви Янсена, кстати говоря. Это очень знаменитые детские сказки, которые на самом деле очень взрослые. То есть дети их любят. И я в детстве впервые познакомилась с этими текстами. Как раз это была комета прилетает. Наверное, у меня импринтинг случился. Я помню, что и в детстве это вызывало ощущение таинственных приключений. В то же время очень уютной какой-то жизни. И во взрослом возрасте, когда я заново познакомилась с моми-троллями, ощутила небывалое умиление, вдохновение. Поэтому я очень люблю моми-тролли вместе по отдельности. Люблю иллюстрации, люблю цитаты. Могу открыть на любой странице. И, конечно же, что мне еще нравится в Туви Янсене, у нее есть сезонность в книгах. Вот здесь под названием Комета прилетает. Я даже предложила Лене, каналу Once Upon a Time, которая раньше у нас фигурировала, которая мне как раз по ссылку прислала. Писала ей в прошлый раз письмо. И там написала, что по моим подсчетам, комета должна коснуться Земли 7 августа в 20 часов 42 минуты. Возможно, на 4 секунды позднее. Мне показалось это таким забавным. Я подумала, что мое письмо как раз приедет до 7 августа. Поэтому я написала, Лена, давай будем в этот день, в это время читать моми-тролли. Вот. Я так написала. И, во-первых, я забыла об этой договоренности. А потом Лена мне пишет, ну что ты не забыла, что мы с тобой должны в такой-то день начать читать? А я говорю, я забыла, представляешь? Стала искать в интернете. Не могу найти, почему именно 7 августа. Вроде бы 23 июля комета была ближе всего к Земле. Думаю, ладно. Договорились, так договорились. Указанное время и час. Приготовилась читать книгу. И тут мне Лена в тот же день, чуть раньше, присылает скриншот вот этой картинки и подписи. И смеется, дескать, какая-то ярашутница. Я, говорит, поверила, что комета реально в это время будет рядом с Землей. Тоже, говорит, гуглила. Осталась в таком, в непонятках. Но решила тоже почитать. В общем, так я ловко ввела в заблуждение не только Лену, но и себя. Эту закладку сделала Дарья Мышленникова, которая, кстати говоря, переселилась из Тюмени в Скандинавию. Почти что на родину мометролей. Она делала это. Господи, опять открытки всплывают. Это был новогодний обмен рукодельными открытками. И Даша такие открыточки с мометролями всем сделала. Видите, написано «С Новым годом». В разных возрастах возвращаешься к этим текстам, и они каждый раз играют по-новому. Никогда они, я от них не устаю, никогда они мне не кажутся слишком детскими или слишком предсказуемыми. Они настолько концентрированы, эти смыслы, и прелесть вся, что каждый раз, как заново я читаю и наслаждаюсь. Потом я достала у кого-то я, возможно, у Кати Лимонки. Не уверена. В общем, у кого-то я увидела в обзоре покупок. Тови Янсен. Азбука издала «Умеющую слушать». У меня этих текстов не было. У меня есть «Дочь скульптора» и «Игрушечный дом». И вообще-то я хотела перечитать «Дочь скульптора», но не нашла. Тогда я достала «Игрушечный дом» в 2002 году. Амфора. Первое, что здесь идет, это повесть «Летняя книга». Как удачно я ведь только что делала ревизию летних книг. Повесть «Летняя книга» состоит из рассказов. Каждая глава – это как самостоятельный отдельный рассказ. Но все вместе они складываются в общее повествование, углубляя характера, давая им какое-то развитие. Но в то же время она остается такой достаточно созерцательной, неспешной в плане сюжета. Это скорее про чувствование момента, про какие-то мудрости. Тут на острове живут трое. Бабушка, папа и девочка. Но главный герой – это София и ее бабушка. О, кстати, я пока рассказываю. Достану вам. В общем, я так думаю, что и София, и бабушка – это проекция детства самой Туви Янсен. И точно так же, как в проекции ее детства, были муми-тролли. Вот это вот мама Туви Янсен. Муми-мама. И также в бабушке Софии есть что-то общее. Это муми-тролли. Фрюкин-снорк. Снус-момбрик – это возлюбленный Туви Янсен. Она 7 лет прожила с прототипом Снус-момбрика. Тут нету тофслы и вивслов, в которых она зашифровала себя. Но вот Крошка Мю, вы знаете, я читала главу котенок из этой летней книги и поняла, что, возможно, это прототип Крошки Мю. Потому что в волшебной зиме Крошка Мю – это чайник, вообще-то у него отвалился носик. В волшебной зиме Крошка Мю катается на серебряном подносе с горы, одетая в колпак для чайника. А в колпаке для чайника спал котенок, которого звали Мапти, если я правильно произношу по-французски, то есть «Мой малыш», «Моя малютка». А это же Крошка Мю или Малышка Мю. И характер у него такой был независимый, боевой. В общем, мне кажется, что котенок из летней книги – это прототип Крошки Мю. Под это дело я стала читать. Вот в 17-м году вышел перевод биографии Туви Янсен, написанный кураторшей ее выставки Кария Лайнин. Книга называется «Туви Янсен. Любить и работать». И там я узнала очень много интересных всяких деталей. Читаю параллельно, в общем, с Васей читаю «Мумитролли». Сама читаю летнюю книгу. И еще в электронке читаю биографию Туви Янсен. И мне очень нравится это все дело. И причем так совпало совершенно ненарочно. Но я обожаю такое совпадение, синхронию, что пик этих моих интересов, когда все они так сложились, и я нашла биографию Туви Янсен, пришлись как раз на ее день рождения в августе. Ну и на этом не все. Пожалуй, еще в это видео я вставлю обзор. Очень хочу показать вам еще одну посылочку. Так культурно все запаковано основательно. Есть перечень всех открыток. Это набор открыток, которые я заказала из магазина «Почтомания». И тут все так зарифмовано здорово, потому что про «Почтоманию» я узнала от тюменской бухтюберши Даши с канала «Энгри Бокс». На этой «Почтомании» она покупает открытки для боскроссинга. Я тоже туда пошла по ее совету. Во-первых, там было очень много маяков. А маяки в связи с разным моим чтением, вот, например, я читала Элли Макнамары «Письма с маяка». Эта книжка мне понравилась меньше, чем «Маленький цветочный магазин у моря» у Элли Макнамары, но на один раз неплохо тоже. У меня в Тувиенсен это морская тема. И летом я читала, перечитывала «Мы на острове Сальдкрока», «Астрид Лингрен». В общем, маяки такая летняя тема. И, конечно, там был очень большой выбор старинных книг и библиотек. Вот это вот в одном из колледжей Оксфорда. Много натюрмортов книжных, очень красивых, со старинными книгами. И я, конечно, не удержалась от покупки такого количества открыточек, потому что у меня есть задумка на 500 подписчиков объявить рассылку открыток. Это зимняя уже, скоро зима приближается. Это осенняя у меня уже тема пошла. Эту открытку с уриковским снежным городком, взятием снежного городка я купила, потому что эта картина в Тюмени очень любимая и знаменитая, потому что вот это вот на санях знаменитые некогда тюменские махровые ковры. В Тюменском музее даже есть картина, сотканная в ковровой технике полностью. Вся вот эта картина соткана так, как сделан вот этот ковер. Это красивая она и осенняя, и почтовая. И это пейзаж такой, начало зимы. Ну и, как говорится, Джон Сноу никогда не бывает лишним в хозяйстве. И вот эта парочка. Что мне понравилось на Почтомании? Хэппи посткроссинг, это, по-моему, мне бонусом положили. А вот это я заказывала, спасибо Почтальон. На открытку можно наклеить такую наклеечку, просто, ну, как будто бы такое маленькое подмигивание Почтальона, которое будет это разносить. У них я нашла конверты с Тюменью. Почему-то только один заказал. Ну, там же можно заказать просто чистые конверты по достаточно таким ценам. Там даже есть марки, если я правильно помню. В общем, хороший сайт. И тут же у меня лежат, как раз ждут обзора закладки. После того, как я у Лены увидела закладки с кистями, я заказала себе на Алиэкспрессе вот такое вот дерево Гинко. Вот такой красивый формы лист. Потом я заказала себе очень много стикеров, потому что с ними удобно читать бумажные книги, закладывать там цитаты, какие-то важные моменты. Три пачки вот таких стикеров, которые я заказала, все пришли порченные. Старый клей. И еще вот такая смешная закладка. Причем я, собственно, полезла я закладки покупать из-за этого волка, которого увидела в обзоре, по-моему, у Екатерины из Германии. И такой он кричащий. Такие смешные. Там есть разные зверьки. Я давно подобные закладки видела на Пинтересте, но не догадывалась на то, что на Алике можно их поискать. Ну, теперь уже все, я точно показала. Ну, давайте так. Для тех, кто досмотрел до конца этого видео, я объявляю такое предложение. Вы можете присмотреть себе какую-нибудь открытку из этого набора или из предыдущей моей распаковки, ссылку на которую я дам в описании к этому видео. И в качестве благодарности за ваше внимание до конца к этому видео я вам пришлю одну из этих открыток или одну из открыток, которые я показывала в большой распаковке с Луны почтовой станции. На этом я с вами прощаюсь и пошла монтировать. Пока!